Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства Корнев и Партнеры. И сегодня мы поговорим про Следственный комитет Российской Федерации. Функции, численность, успехи в расследовании уголовных дел, ну и чем он интересен или опасен кому как для бизнес-сообщества. Итак, раньше была очень забавная ситуация, если не назвать преступной, с моей точки зрения. Дело в том, что следствием, предварительным следствием, расследованием уголовных дел, в том числе, помимо МВД и ФСБ, занималась прокуратура. То есть, следственные органы были в прокуратуре. А мы помним и знаем, кто не знает, напоминаю, что прокуратура это тот орган, который надзирает за соблюдением свободы прав граждан в том числе. То есть, получалась очень странная ситуация, когда одни и те же люди сами за собой надзирали при понятной системе покрывания и круговой поруки. То есть, если следствие внутри прокуратуры что-то делало не так, никогда этот ссор из избы не выносился. Потому что это было невыгодно самой же прокуратуре. Вот такой был конфликт интересов. В конце 2010 года Владимир Владимирович Путин подписал федеральный закон номер 403 ФЗ. Конкретно 28 декабря. С этого момента начинает свое существование Следственный комитет Российской Федерации. Ровно для того, чтобы больше не было такого конфликта интересов, он разделил прокуратуру и следствие. И выделил следствие в отдельный Следственный комитет. Что интересно, несмотря на все изменения в Конституцию, председателя Следственного комитета президент назначает сам и снимает сам. Никаких одобрений ему до сих пор не надо. На основании этого закона Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом власти, который относится к правоохранительной системе. И наделен самой важной функцией – предварительным расследованием, то есть расследованием уголовных дел. Досмотрите это видео до конца, и я расскажу, какие именно дела расследует Следственный комитет. А также поясню, почему Следственный комитет не является аналогом ФБР. Общая штатная численность сотрудников Следственного комитета всего лишь 2466 человек. Очень мало. Надо понимать, что в этот состав входят не только следователи, но и различные вспомогательные службы и различные руководители. Следователей там, я думаю, где-то процентов 40. Структура Следственного комитета – это естественный непосредственно центральный аппарат. Если мы обратимся к официальному сайту Следственного комитета – след.ком, то узнаем, что есть общественная приемная, которая располагается по адресу Москва, 1-я Фрузинская, дом 3А. И там проводят прием граждан. Пользуйтесь. Кроме того, мы узнаем, что с момента создания Следственного комитета в конце 2010 года его бессменным руководителем является Бастрыкин Александр Иванович. Между прочим, близкий друг Владимира Владимировича Путина. И у Бастрыкина есть 6 замов. Раньше было больше. В два раза. 12. Сейчас справляются и так. Основное их здание находится в Москве по адресу Технический переулок, дом 2, метро Бауманская. Дальше идет главное военно-следственное управление. Затем идут главные следственные управления субъектов Российской Федерации. А далее городские, межрайонные и районные следственные отделы. Ну и замыкают все это образовательные учреждения. Таковых у Следственного комитета всего 5. Две академии Следственного комитета в Москве и в Санкт-Петербурге. И три кадетских учебных заведения в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. Немножко поговорим про статистику. Всего в 2019 году, пока нам доступна только эта статистика, было зарегистрировано 2 миллиона 24 с небольшим тысяч преступлений. Расследовано и передано в суд с обвинительным заключением, с установленным обвиняемыми, чуть больше 1 миллиона уголовных дел. Из них непосредственно следователи Следственного комитета направили в суды чуть больше 142 тысяч уголовных дел. Для сравнения, следователи МВД направили аж 850 тысяч уголовных дел. Для чего это я вам рассказываю? Чтобы было понятно, насколько точечно работает Следственный комитет. Основную массу уголовных дел расследует МВД, а Следственный комитет расследует наиболее резонансные и наиболее сложные уголовные дела. Итак, какая же подследственность, то есть какие уголовные дела расследует Следственный комитет? Убийства, изнасилования, незаконные вооруженные формирования, террористические акты. Все преступления, связанные с несовершеннолетними, где они как обвиняемые, так и потерпевшие, особенно связаны с тяжким вредом. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, уклонение от уплаты налогов, взятка, должностные преступления, совершенные сотрудниками ФСБ, МВД, ФСИН, ФССП, службы внешней разведки, судьями, а также все преступления, совершенные в отношении сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей. Вот далеко не весь список тех дел, которые расследует Следственный комитет. Простым языком наиболее сложные, резонансные и наиболее тяжелые в расследовании уголовные дела подследственные, если говорить на формальном юридическом языке, Следственную комитету Российской Федерации. Что важно, даже в законе прописано, что Следственный комитет независимо проводит свое расследование. Помимо этого, в функции Следственного комитета также входит надзор за соблюдением прав и свобод и процессуальных норм и правил при расследовании уголовных дел как в самом Следственном комитете, так и в МВД. Эту же функцию в том числе выполняет прокуратура. Вот такая система сдержек и противовесов. А теперь, как я и обещал, почему нельзя назвать Следственный комитет аналогом Федерального бюро расследования Соединенных Штатов Америки? Дело в том, что в Центральном аппарате Следственного комитета есть Главное управление по расследованию особо важных дел. И вот именно это подразделение и можно с натяжкой назвать прямым аналогом ФБР. Помимо всего прочего, ФБР гораздо больше по численности, чтобы было понятно. А если мы вспомним, что всего численность штатная Следственного комитета чуть больше 2,5 тысяч человек, то сами понимаете, что в ГУРОВД работает совсем-совсем мало человек. Поэтому несопоставимо. В помощь следователям в последнее время очень сильно был модернизирован криминалистический центр. Очень большие силы, средства были туда вложены. И на сегодняшний день именно криминалистический центр Следственного комитета является чуть ли не самыми лучшими по Европе. За весь мир сказать не могу. Имейте это в виду. На вооружении у следователей появились совершенно новые, доселе неизвестные, методы обнаружения вещественных доказательств. Один маленький пример. У вас в комнате есть просто симки, которые просто лежат, не вставлены в телефон, ничего, просто лежат где-то там. Есть специальный аппарат, который позволяет находить именно сим-карты. Вот так все серьезно. Не говоря уже про съемку с квадрокоптеров и так далее и тому подобное. Все выходит на несколько иной уровень. Кроме того, в Центральном аппарате появилось новое управление, которое отвечает за киберпреступления. Расследует, нарабатывает методику и представляет доказательства в суд. Подписывайтесь на всякий случай. С вами был Корнев Антон. Дамы и господа, если вы опасаетесь, что вас могут вызвать на допрос, может быть обыск дома или в офисе, может начаться внеплановая налоговая проверка, Одним словом, правоохранительный орган, полиция, следственный комитет, ФСБ Российской Федерации проявляет к вам повышенный интерес и вы хотите защитить себя и свой бизнес? Переходите по ссылке корнев.москов, один звонок и вы под защитой.